Лекция Пашимат Бхагаватам. Песня третья, глава двадцать пятая, текст девятнадцатый. Прочитана его божественной милостью Ачеба Ктивидантой Свами Прадхупадой, 19 ноября 1974 года, Бомбея. Перевод. Ни один йог не сможет достичь высшей ступени духовного самосознания, пока не станет заниматься преданным служением Верховной Личности Бога, ибо преданное служение — единственный путь, ведущий к совершенству. Йоги, значит, соединение. И Брама Сиддхая означает самоосознание. Ахам Брамасми. Знание, что я вечная душа. Недостаточно. Нужно двигаться дальше. Тогда это будет Сиддхой, совершенством. Брама Сиддхой. Одного осознания, Ахам Брамасми, я Браман, недостаточно. Вам нужно двигаться дальше. Например, человек страдает от высокой температуры. Ему дают лекарства, и температура заканчивается, спадает. Но этого недостаточно. Нужно не только, чтобы человек избавился от температуры, нужно, чтобы к нему вернулись силы, чтобы у него снова восстановился аппетит, чтобы он вернулся к нормальной жизни, а не только сбить температуру. Вот это будет настоящим лечением болезни. И точно так же, Брама Сиддхая, осознание, что я вечная душа, недостаточно. Вы должны посвятить себя духовной деятельности. И это Бхакти. Бхакти — это духовная деятельность. Философы Майавади думают, что нужно прекратить материальную деятельность. Философия Будды также гласит, они говорят о нирване, остановите материальную жизнь. Философы Буддисты не дают больше информации. Мы страдаем из-за комбинации материальных элементов, такова их философия. Поскольку тело — это не что иное, как сочетание земли, воды, огня, воздуха, ума, разума и эго. Если вы разделите это, пусть земля сольется с землей, вода с водой, огонь с огнем, тогда вы превращаетесь в ноль. Если вы разберете все, как, например, мы разбираем какой-нибудь дом, сносим его. Кто-то забирает двери, кто-то окна, кто-то кирпичи, кто-то мусор увозит, и затем ничего не остается, нуль. Это называется теория нирваны. Прекращение существования. Мы испытываем боль и наслаждение. Боль. Наслаждения нет. Наслаждение — это просто иная форма боли. Я страдаю, например, если у вас фурункул вскочил. Это страдание. Чтобы избавиться от этого, нужны другие страдания. Хирургическая операция. Вот так и происходит. В действительности нет счастья, нет наслаждения, только боль. Теория буддистов гласит, что нужно разрушить эту конструкцию, и тогда не будет ощущения боли. Теория Маевадди такая же. Из-за материальной деятельности мы страдаем. Материальная деятельность — это иллюзия. Нужно лишь постичь себя, Браман, и прекратить всякую деятельность, остановить всякую деятельность. Нужно осознать Браман. Приводится пример, если взять пустой горшок, поместить его в воду, пока он не наполнился, будет бульканье такое. Но как только кувшин наполнится, он перестанет издавать бульканье. Точно так же все эти ведические мантры и все остальное — это только средства. Когда человек осознал полностью Браман, тогда ему уже не нужно повторять Святое Имя, слушать ведические гимны. Все останавливается. Та же теория. Теория буддистов и теория Майевады — это практически одно и то же. Они говорят, нужно превратить это в нуль, а другие говорят, это митья, это ложное, нужно остановить это. Брама-саттия — это значит осознание Брамана. Я Браман, я тот же Всевышний, Сохам. Но это вам не поможет. Это просто теория. На практике же Бхактия Бхагавати Акила Атмани Бхактия Бхагавати Акила Атмани Бхагаван Повсюду. Акила Атмани Бхактия Это слово Бхакти применимо только к Верховной Личности Бога. Поэтому здесь сказано Бхагавати Акила Атмани. Бхагаван не одинок. Он не только находится в одном месте. Он повсюду. Это называется Акила Атма. Хотя у него есть определенное место. К примеру, у Кришны. Он здесь. Он также пребывает во многих других храмах. Это Кришна. Не нужно думать, что поскольку Кришна пребывает в одном месте, Он не может находиться в других местах. Как мы? Мы обусловлены. Мы здесь. Я сижу здесь. Вы сидите здесь. Но вы не у себя дома в своей квартире. Кришна не такой. Он всегда на Голоке Вриндаване. Но тем не менее, Он Андантараста означает, что Он в этой вселенной. Эта вселенная, вся вселенная функционирует благодаря Гарбадакашая Вишну. Есть не только одна вселенная. Их коти, миллионы. И Экамше Наституджагат. Гарбадакашая Вишну это одна Амша Кришны. Например, тело функционирует как следует, потому что душа, вечная душа пребывает в теле. Точно так же вся вселенная с ее деятельностью функционирует так слаженно и отрегулирована и отрегулирована благодаря присутствию Гарбадакашая Вишну. Это не трудно понять. Материя не сможет так слаженно функционировать. Не думайте, что такое множество планет парит в космосе без какой-либо системы. Система существует. Кришна присутствует Ахилатма как сверхдуша. Хотя Кришна находится в одном месте, хотя Он всегда на уголоке Вриндаване, Дхаме, тем не менее Он повсюду. Поэтому Его называют Ахилатма, Хари Ишвара, Бхагавана Килатма, Парамешвара, Параматма. У Него множество имен. Здесь сказано «Наджиджаманая бхактья лагавати охилатма Если вы с преданностью служите Верховной Личности Бога, Который есть сверхдуша, Он вездесущ, Он присутствует даже в атоме, Тогда ваша система йоги ради достижения Брама Сиддхая самоосознания будет совершенной Сиддхая Поэтому сказано Сиддхая значит Брама Сиддхая Из многих миллионов людей лишь один интересуется Брама Сиддхи Никого это больше не интересует Мы умоляем повсюду Пожалуйста приходите Мы открыли этот центр Пожалуйста приходите и познавайте себя и достигайте совершенства своей жизни Но никого это не интересует Манушья нам сахасрешу Поэтому Кришна говорит из миллионов и миллионов людей лишь одного это интересует Точно так же есть такое утверждение в читании Чаритамрити Кона Бхагаван Джива Прийти к сознанию Кришны не очень легко Оно предназначено для самых удачливых Кона Бхагаван Джива Принять сознание Кришны или Бхакти-йогу не так-то легко Поэтому в общей своей массе люди этим не интересуются В общей массе людей это не интересует Те кто проявляет слишком много интереса к материи к удовлетворению чувств не сильно стремятся к сознанию Кришны их не очень это интересует Поэтому не нужно расстраиваться от того что немного людей приходит эта тема не для многих людей только для избранных Например если вы захотите разобраться сколько неучи на свете практически вы увидите что почти все но если вы захотите разобраться сколько магистров гуманитарных наук то вам будет трудно найти таких людей так что это по милости Кришны Господа Чайтани мы проповедуем сознание Кришны по всему миру и удачливы люди те кому очень повезло они приходят иначе же это не очень легко далеко немногие интересуются Брама Сидхи Брама Сидхи это совершенное самоосознание это Брама Сидхи прежде всего человек понимает что есть Браман гьяна вайраги югтена это тоже бхакти югтена в предыдущем стихе мы говорили о том что чтобы гуны материальной природы меньше влияли на человека он должен подняться на уровень гьяны вайраги и бхакти в противном случае это невозможно и тот же процесс подчеркивается снова на что должна быть направлена бхакти у меня есть бхакти я испытываю сильную бхакти к своей жене я люблю очень ее я забочусь о ней если я ее не увижу я схожу с ума здесь не говорится о таком бхакти я чувствую бхакти к своей семье у меня есть бхакти к своей стране я бхакти я питаю бхакти к богине дурге бхакти к разным полу-бхагам нет такое в бхакти не пойдет поэтому здесь конкретно сказано бхакти бхагавати бхакти бхакти сейчас думаю бхагаван должен быть акилатмой не идите на поводу у так называемых бхагаванов бхагаван значит акилатмани он знает кришна говорит в бхагавадгите если вы ишвара то вы должны присутствовать в сердце каждого ишвара кришна ишвара поэтому он говорит я пребываю в сердце каждого если ты ишвара если ты бхагаван ты живешь в моем сердце ты знаешь о чем я сейчас думаю так что акилатмани все нужно тщательно изучать бхакти предназначена только для бхагавана не прав тот кто думает что мое бхакти направлено на это на то на полубога на этого полубога на того на семью на страну на общество жену кошку собаку это не бхакти все это лишь имитация это вожделение это желание это не бхакти бхакти подразумевает бхагавати бхагавати значит акилатмани если вы можете развить такое сознание кришной бхакти тогда ваша жизнь успешная жизнь брама си дае совершенное самопознание будет возможно поэтому сказано нет нет иной альтернативы пара брама это кришна брама си дае значит понимание отношений я браман хорошо амбрамасми но каковы ваши отношения с пара браманом это брама ситхи браман и пара браман есть два вида брамана атма и параматма ишвара и парамешвара и так живое существо и высшее существо это знание вет всегда два атма и параматма браман парабраман брама ситхи брама ситхи это не только понимание что я браман но я должен понимать каковы мои отношения с парабраманом это брама ситхи это означает что мы должны знать что есть парабраман парабраман это кришна парабрама парамдхамам павиттам парамам бхаван пурюсам сасатам дигбам мы должны знать каковы мои отношения мы уже объясняли что это за отношения я качественно един браман и парабраман это означает что оба они едины на уровне брамана но парабраман огромен велик а я простой браман маленький веды учат не ахам парабрама они никогда не говорят этого ахам брама да это верно но вы не можете сказать я парабраман такого афоризма в ведических текстах нет парабраман один кайвалья кайвалья означает нет альтернативы нет двойника нет равного нет более великого это кайвалья вот что значит кайвалья никто не может сравниться с парабраманом и никто не может превзойти парабраман это парабрам и так брама си дая означает что человек не только должен понимать, что я Браман, но он должен понимать, каковы его отношения с пара-браманом. Это Брама-сидхи. Итак, ради Брама-сидхи, ради самопознания, люди пытаются практиковать разные пути. Прежде всего, человеческая жизнь предназначена только для этой цели. Брама-джигиаса. Атата-брама-джигиаса. Это веданта-сутра. Атата-брама-джигиаса. Это веданта-сутра. Потому что пока вы не станете задаваться этими вопросами, о каком Брама-сидхи можно говорить, поэтому человеческая жизнь предназначена для Брама-джигиаса. Не работать весь день. Люди тоже спрашивают. Они идут на рынок. «Сколько стоит?», «Какие цены?». Нахинди говорит. Все на рынке спрашивают, сколько стоит. Но не об этих вопросах идет речь. Вопросы все задают с утра. «Какие новости сегодня?» Сразу начинают читать газеты. «Затем идете на рынок, сколько стоит рис, сколько стоит это, сколько то стоит. Покупаете, затем ешьте, затем идете на работу или на рынок, затем снова спрашиваете про цены». Нет, не о таких вопросах речь. Это тоже имеет место. Кошки и собаки тоже об этом спрашивают. Они тоже спрашивают, где еда, где остатки, где выбросили, чтобы я мог пойти и съесть. Вороны тоже это делают, задают такие вопросы. Но вы не должны тратить свое время, как кошки и собаки и вороны, спрашивая, где еда, где еда. Еда вам уже выделена. Не нужно беспокоиться. Бхагаватам говорит. Не только в жизни кошек и собак, даже в раю и других формах жизни. Мы только делаем, что спрашиваем, где чувственное наслаждение для меня. Такие вопросы вам не помогут. Вы должны спрашивать о том, чего вы раньше никогда не делали. Это Брамаджигаса. Кто я такой? Я думаю, я тело, я занят чем-то, но в действительности я не получаю никакого наслаждения, никакого счастья. Но когда я получаю знание о том, что когда вы познаете себя, осознаете себя, Брамабута Прасанатма, вы будете Прасанатмой. Когда осознаете Брамаджья чапаранг лабханг маннати надхиканг татаха. Так предписывают шастры. Жизнь эта предназначена для Брамаджигасы, человеческая жизнь. Другие вопросы имеют место и у ворон, у собак, у кошек, свиней, повсюду. Так что не нужно беспокоиться об этом. А как, если я не буду беспокоиться, что мне есть? Обычно люди так говорят. Если все станут сознавать Кришну, а что мы будем есть? Как все будет происходить? Мы, практический пример, мы сознаем Кришну. Разве мы не едим? Разве не спим? Что прекратилось в нашей жизни? Мы не занимаемся никаким бизнесом, мы просто собираем милости. Нет уверенности в том, что сегодня я пойду туда, и мне дадут денег. Никто не гарантирует. Мы не знаем. Мы едим, утром мы не знаем, будет ли вечером пища. Если Кришна дает, то мы будем есть. Вы знаете, это прекрасно. Мы не занимаемся бизнесом, мы не профессионалы, мы не ходим на рынок и не спрашиваем там. Так что? Разве мы не едим? Мы едим? Мало того, у нас 102 филиала, и в каждом филиале, по крайней мере, по 100 человек, и они все едят. Почему? Потому что мы знаем. Кришна нам даст. Кришна дает пищу муравьям, слонам. Почему не своим слугам? Если у вас есть эта вера, убежденность, Шастра говорит, вы должны просто пытаться достичь совершенства жизни Брамаджиггаса. Это единственная задача. Кто я такой? Ответ – Ахам Брамасни. Со-хам Я Браман. Каковы мои отношения с Парабраманом? Когда возникает вопрос о Джиггасе, Брамаджиггаса, тогда мы обращаемся с вопросами к тому, кто знает. Поэтому говорится, «тасмад гурум прабаджито Джигггасу Среуттамам» Если вас действительно интересует Браман, вы должны идти к гуру, который знает Браман. «тасмад гурум прабаджито» Вы не сможете сами постичь Браман. Поэтому, согласно философии Вайшнау «аддау гурвашаем» прежде всего нужно найти прибежище у истинного духовного учителя. Мало того, это касается не только Брамаджиггаса. Вы по любым вопросам должны обращаться к тому, кто знает. Если вы идете по улице и не знаете, куда зашли, вы спрашиваете кого-то, «Куда мне идти?» Этим путем или этим. Это естественно. Что же касается Брамана, Брамаджиггаса, это не обычная джиггаса. Это «уттамам». «уттамам» значит трансцендентная запредельная материальному миру, который полон тьмы и невежества. Это называется «утт», «утт гата тама и «осмат» эти уттама». Там нет больше тьмы, там только свет. Если ночью вы спрашиваете о чём-то, вам очень трудно разобраться. Но если вы идёте днём, ночью, если вы подниметесь на крышу и захотите увидеть, где там Бомбей, где Санта-Крус, очень трудно будет. Но днём вы можете всё хорошо видеть. Точно так же, Путтамам, вы должны выйти из тьмы на свет, и тогда вы увидите. Вот этот свет даёт Гуру. Этот свет — это не свет фонариком. Это Гянанджана Шалакая, это свет знания. Обязанность Гуру — давать вам свет, знания. И тогда вы поймёте, каким образом даётся этот свет знания, Шабде Пареча Нишнатан. Такова система Гуру. Признак Гуру. Кто такой Гуру? Шабде Пареча Нишнатан. Он досконально усвоил суть жизни из вед. Такого человека называют Гуру. И что такое Шабда Шастра? Веда. Шрути Шастра. Шрути значит Веда. Знания. Веда. Знания получаются через слух. Это реальное знание, не экспериментальное знание. Вы не сможете понять то, что лежит за пределами восприятия ваших чувств при помощи экспериментов. К примеру, вы не сможете понять, кто ваш отец при помощи экспериментального знания. Давайте-ка я проведу эксперимент, чтобы выяснить, кто мой отец. Это невозможно, потому что это выше вашего опыта. Ваш отец существовал, когда не существовало вас. Как же вы сможете понять при помощи экспериментов? Для вас авторитетом является мать, поэтому ведическое знание — это мать. Кураны — это сёстры. Вы должны из вед понять, что есть высшее знание. И Кришна говорит, высший объект познания — это Кришна. Если вы можете просто понять Кришну, тогда вы поймёте всё. Вам не нужно будет отдельно что-то понимать. Кришна просветит. В Бхагавадгите Кришна говорит, если вы действительно приходите в соприкосновении с Кришной, и Кришна в вашем сердце, Кришна недалеко, Кришна повсюду, но, тем не менее, Он очень близко к вам, Он в вашем сердце. Так, если вы привяжетесь к Кришне, когда Кришна увидит, что вы привязались к Нему, тогда Хридьянто Сто Хябадрани, в ведуноте Сухридсатам, Он друг преданных, Он друг каждого, но Он особенно является другом преданных. Сухридсатам, поэтому вы должны стать преданным. Поэтому мы сказали, Бхактия, Бхактия значит преданный. Кто совершает преданное служение, если он не преданный? Кришна говорит в Бхагавадгите. Итак, если мы становимся преданными, если мы обращаемся к преданному служению, тогда Кришна говорит, Являя им особую милость. Особую милость. Что это такое? Кришна говорит, Я уничтожаю всякого рода невежество. Нужна лишь эта квалификация. И тогда вы станете совершенным преданным Кришне. И тогда вы станете гьяне. Совершенным гьяне. У вас есть уже гьяна. Просто сейчас она покрыта завесой невежества. Как, например, во тьме. Все есть. Но как только наступает темнота, вы не можете увидеть предметы, разглядеть их, где они находятся. И Кришна говорит, что каждый может постичь себя, каждый может постичь Кришну и отношения с Кришной при условии, что устранится тьма невежества. Вот что необходимо. И это делает сам Кришна. Для кого? Для кого? Те, кто заняты 24 часа в сутки с любовью и преданностью, преданным служением, буддхи-йогом. Буддхи-йогом. Он направляет. Делай так, делай так. Тогда постепенно вы придете к Кришне, вы вернетесь домой к Богу. Поэтому здесь рекомендуется. Шива значит благоприятное. Шива значит благоприятное. Шива значит благоприятное. Если вы действительно заинтересованы в самопознании, если вы хотите стать совершенным, постичь совершенства жизни, Шива, Панта, то самый благоприятный, совершенный путь. Какой? Бхактия, Бхагавати. Просто станьте преданным и посвятите себя преданному служению Верховной Личности Бога, а не так называемому негодяю-бхагавану, а именно бхагавати Акхилатмана. Тому Бхагавану, который присутствует везде. Вот этому Бхагавану, а не этому ложному Бхагавану. Акхилатмани это предписание шастри. Я не могу найти такого Бхагавана? Нет, этот Бхагаван в вашем сердце. Это настоящий Бхагаван. Этот Бхагаван всегда действует. Он дал наставление Брамиям. Брама, Господь Вселенной, получил наставление от Кришны и создал всю Вселенную, что говорит о вас. Он также даст наставление вам при условии, что вы обратитесь к преданному служению Бхактия. Бхактиямам Абиджанати. Спасибо вам большое.